Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 субтитров А.Семкин Без дым саласындағы мемлекеттік саясат туралы концепцияны Азерлеуде көздегу отырмыз. Был қыжатта мемлекеттің дым саласындағы устанымын Стратегиялык мақсаттарын және жұмыс бағыттарын айқындайтын боламыз. Был қыжатта Азерлеуге сарапшыларды, дым танушыларды Азаматтық қоғам өкілдерін тарта отырып Оны қоғамның қатысуымен ашық түрде талқылауды жоспарлау отырмыз. Концепция негізінде діни қызмет туралы заңнамаға еңізілетін өзгерістермен толық турларды дайындайтын боламыз. Ұңдастырушылық және заңнамалық шаралар мемлекетпен қоғамның зайрлылығын одан әрі нағайтуға бағытталады. Бұл діни білім алу тәртібін реттеуді, жас өспірімдерді діни қызметке заңсыз тартуға жол бермеуді, діни әрі беттерді тарту тәртібін жетілдіруді қажет етеді. Біз діндар адамдарға діни әсімдерін өте үшін ұңғайлы, қолайлы жағдайлары жасайтын боламыз. Осы орайда менен дін саласындағы концепция әзірлі мемлекеттің сонда діннен бөліну қағидатына қайшы келмейді деп сұрайтындар бар. Меніңше, мұнда қандайы да бір қайшылық жоқ. Өткені бүгінгі гүнде діни бірлестіктер қоғамдық өмірдегі шынайлық, азаматтық қоғамның бір бөлігі. Ал мемлекет олардың қызмет, атқару үшін қуқықтық жағдайлармен орта қалыптастырды. Осы тұрғыдан алғанда концепция ол мемлекет пен діни бірлестіктер арасындағы қатынастарға көзғарастар жүйесі. Зайырлылық қағидатының туғыр дередім. Дінің саласындағы көптеген ведімсталардың жұмыстарын үйлестіру үшін үкімет жанында ведімсталаралық комиссия құрлатын болады. Осы ұрайда министерлік дініңді теріс мақсаттарға пайдалануға ұмтылатын, кезгелген әрекетке жол бермеу және жолын кесу үшін барлық шараларды қабылдайтының ата байтықым келеді. Діни естремизм мен тероризмнің алдын алу жұмыстары негізгі екі бағытта жүргізілетін болады. Жалпы профилактика және мақсатты рибиалитат сайлау жұмыстары. Жалпы профилактика қоғамда діни естремистік идеологияны жақтырмау ақуалын қалыптастыруды, діңге қызғушылық танытатын тұрғындардың сауатын көтеруді көздейтін болады. Ал мақсатты реабилитация, яғни 16-у, тәуекел топтарымен екстремистік ағымдардың идеологияларына еріп кеткен адамдарды теологиялық тұрғыдан дәстүрлі сенімге қайтыру, сонтай мақсатында жеке жұмыстар жүргізу арқылы іске асырлатын болады. Бұл бағыттағы ұшарыларда үшкестер министерлігінің түзеу мекемелерінде, яғни қалонияларда, жазаларын өте үшілермен жұмыс жүргізуге ерекше назар аударылатын болады. Біз радикалдық идеяларға қарсы ұсқимыл және теріс діни ағымдардың жетегінде жүрген діңдар азаматтарды 16 мәселерінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өзірі әрекеттестікті, күшейтуді жоспарлап отырмыз. Жалпы, дің саласында басты рол ойнайтын діни бірлестіктер. Солардың үшінде мұхтияқт. Мемлекет осы мақсатта мешіт қызметкерлерінің білімденгейін көтеруге, оның қызметінің ашықтығын қамтамасы түйтуге, және олардың өзі мұстарын заайырлылық жағдайына бейімдевіне қолғабыз көрсететін болады. Алгенда азаматтық, қоғаммен әрекеттестік тұралы біріксіз әкперейін. Сфере взаимодействия с гражданским обществом мы определили для себя несколько приоритетных направлений в развитии институтов гражданского общества. Во-первых, совершенствуется нормативно-правовая база с целью развития институтов гражданского общества на основе лучшего зарубежного опыта. В ней заложены качественно новые принципы партнерства с НПО, которые позволили уже добиться изменений на поле так называемого третьего сектора. Сектор НПО становится сектором реальной социальной занятости. Растет число созданных рабочих мест в данном секторе. Их вклад в социально-экономическое развитие Казахстана играет ощутимую роль. Также формируется социально-экономическое поле, некоммерческий сектор. В 2015 году только госсоцзаказ составил 7,1 миллиарда тенге, а в текущем году уже 9,4 миллиарда тенге. То есть это средства, которые направляются на поддержку работы некоммерческих неправительственных организаций. Внедряется принцип делегирования государственных социальных услуг неправительственному сектору. Рабочей группой при Министерстве национальной экономики при участии Гражданского альянса определены уже 34 функции госорганов, которые можно будет передать гражданскому сектору. И этот процесс уже идет. Начинают работать механизмы конкуренции между НПО, что обеспечивает повышение качества предоставляемых ими социальных услуг. Ежегодно они оказывают услуги более чем 8 миллионам человек. Причем наблюдается тенденция расширения деятельности НПО в регионах страны. Им оказывается соответствующая финансовая поддержка в соответствии с законодательством. Всего по республике в текущем году реализуется более 1900 социальных проектов. Формируется новый тип общественных отношений – социальное предпринимательство и социальный менеджмент. Во-вторых, впервые в истории Казахстана с этого года НПО стали получать грантовое финансирование. Создан оператор грантового финансирования – Центр поддержки гражданских инициатив. Он может получать поддержку как из бюджета от государства, так и от негосударственных доноров. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить негосударственных доноров поддержать Центр гражданских инициатив. Создана экспертная общественная комиссия по выделению грантов, то есть этот вопрос решается коллегиально. Предусмотрен обязательный ежегодный публичный отчет перед общественностью, привлекаются независимые директора. В-третьих, впервые в Казахстане создана база данных НПО, которая обеспечивает доступность для общественности и для доноров информации о проектах и достижениях НПО. С 2017 года база будет переведена в электронный формат. Министерство сейчас работает на кем, чтобы максимально облегчить пользователям услуги и порядок внесения данных в эту базу. Ал эндомемлекеттік жастар сайсат саласына келетн болсат. Оның басты мақсаттарының бірі жастарды әлеумет тендеру жәнеуылардың әлеуметтен елдің дамуына бағыттау. Қазір күгінде Қазақстан 2020 болышаққа жол атты мемлекеттік жастар сайсаты тұзырымдамасының алғашқы кезеңі аяқталды. Оның мақсаты жастар сайсатын институционалдық және құқықтық жағынан нұғайту болатын. Нәтижесінде бүгінгі күгінде өңірлерде жастар сайсаты мәселелер жөндегі басқармалар 198 жастар ресурстық орталықтары жұмыстеп отыр. Жастар ғылыми зертте орталығы құрылып жұмыст жасауда. Жергілікті атқарышы орғандар жаңдағы кенестер жұмыстеп жатыр. Бұл кенестердің ролы күшейді, оларды әкімдердің өздер басқаратын болды. Алайда аталған кенестерде жастар және олардың мөделерін білділетін құғамдық ұйымдардың үлесі төменде шамамен 19 пайыз. Алдағы уақытта бұл көрсеткіштің өз өне бағытталған жұмыс зүргізілетін болады. Аталған мүндеттерді шешу үшенберінде келесіде жұмыстар үске асыру көздерілді. Бұрыншы ден, жастар ұйымдарын, жастардың барлық санаттарын қамтетін қызмет көрсетуге бағыттау. Екінші ден, ұйымдаспаған жастармен, яғни жұмыссыз және оқымайтын жастармен, әсіресе, сондай күрделі, тәуекелді жастар санатымен жұмыстар жүргізі үшін жаңа әдес тәселдерді жасықтау. Бұған жастардың ресурстар, ресурсты қорталықтарының әліуетін кеңінен пайдалыны. Үшінші ден, бүгінгі жас ұрпақ өзіне қажетті ақпараттармен қызметтерді, негізгі соң интернет арқылы алып отыр. Осыны ескеріп, жастарға интернет пен мобилдік қосымшалар арқылы тартымды заманауи жобалармен бағдарламаларды ұсынуыңыз қажетті. Осы жылдың жақсы жетістігі ретінде жасыл ел ұландарына жұмыс беруші тарапынан төленетін жалақыға қосылатын үстеме екесеге өсті. Президент жандағы жастар сайсаты мәселелер жөндегі кенес құрамын күшейту үшін кенес құрамына орталық ұрғандарының бірінші жетекшілерін еңгізу ұсынулды. Осы жылы тәуелсіздіктің 25 жылдығына арын алған жастардың республикалық форумы алғаш рет өткізілетін болады. Қазіргі күнде өңірлік форумдар өтуде және делегасиялар қалыптасыда. Аталған форумда ұлттық байындама талқыланып, орталық және жергілікті мемлекеттік қорғандарының есептері тұндалатын болады. Сонымен қатар дарынды жастарды қолдау мақсатында бұйылғы жылы тұңғыш президент көні қарсанында дарын мемлекеттік премиясы берілетін болады. Құрметті бақ өтілдер, министерліктің алдағы, уақыттағы жұмыстарының негізгі бағыттары қысқаша айтқанды осы. Құрметті бақ өтілдер, министерліктің азаматты қоғам және жастар сайсаты салаларын қамтетін жұмыстарыды белсенді түрде іске асыра беретіндігін айтым келеді. Біз бұған өзіміздің барлық күй жүгерімізді жұмылдыратын боламыз, ал сіздердің көмегіңізге және қолдауыңызға сенеміз. Назарларыңызға рахмет, енді өз әріптестерімен бірге сұрақтарыңызға жауып береге дайымыз. Рахмет сүге құрметті әріптестер, біз сұрақтар бөліміне көшеміз. Мы переходим к блоку вопросов. Пожалуйста, с первой вопрос. Бірінші сұрақ. Егемен Қазақстан. Сәлемен әріптестерімен Айман Мукушева, Егемен Қазақстан. Қазір өпкінде қоғамда және сарыпшылар арасында салафизм дініне қатысты пікір тұғында ұжатқаны ырас. Осыған бәлінсі меністерлік қандай жұмыстар атқарлады? Меністерлікті. Қазақстан. Меністерлік қазіргі күнде тезісті мемлекеттік органдармен бірлесіп, осы мәселені мұқият қарастыруда. Осыған дейін Қазақстанда 23 ланкестік және экстремистік ұйымдарға соның ішінде салафиттік бағыттағы Аттақфир Вальхижра экстремистік ұйымна тыйым салынғандығын атап өткім келеді. Осы ретте салафизм ұйымемес, ұйымемес екендігін атап өт ұқажет. Ол дүни ағым, құйыз қарастар жүйесі. Еліміздің қолданыстығы заңдары қазірдің өзінде заңсыз уағыз жүргізу. Жасырын діни жүйіндарымен радикалды діни әдебиеттерді таратудың жолын кесуге барлық мүмкіндіктерді береді. Оларды орындауды қамтамасыз ету керек. Салафизм тақырбына келетін болсақ, мемлекеттік құрлысы шарихатқа негізделген жекелеген елдерде салафизмге жақын діни ағымдар дәстүр ретінде орнығу мүмкін. Ал Қазақстан ғы келер болсақ, отандық дынтанушылардың пікірінше салафизм Қазақстан үшін айтарлықтай қауіп тудыратын әліуетке е. Салафизм ұстанушыларының өзі деялары құндылықтарын біздің ұлттық мәдениетімізден, рухани дәстүрлерімізден құндылықтарымыздан жоғар ұғыяды. Салафилердің барлығы ашық айтпаса да, қатан дүни қағидаларға құрылған мемлекетті қоғамдық құрылыстың идеалды жүйесі деп есіптейді. Біз қазіргі гүнде, ислам әлемінде, соның шынде бір қатар араб елдерінің өзінде, салафизм идеялары беделді діни толғалармен заманови ислам ұйшылдары тарапынан сыңға ұшыра бұтырғанын көрі бұтырмыз. Біз өсіған байланысты, салафизмді қазақстан республикасы үшін мүлдем жат әрі теріс діни ағым деп санаймыз. Елімізге сұрттан келген бұл діни ағым күн өткен сайын қалық тарапынан той тарысқа ұшырауды. Жалпы қазақстанды қоғам радикализмге жетелейтін бұл жат ағымға теріс көз қарасты. Осы себепті бүгінгі гүнде еліміздегі салафизм жақтастарының саны азайып жатқандығы байқалады. Және олардың қазақстанда ұйымдасқан құрылымдары жоқ. Сондықтан алдағы уақытта салафизм идеологиясын насиқаттайтын ұйымдардың пайда болуына, әрі беттерінің таралуына және интернет сайтарының жұмыстарына жол бермейтін боламыз. Қажет болған жағдайда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына діндар азаматтар тарапынан ел мешіттерінде бектілген тәртіп ережелерін сақтауға көміктесетін боламыз. Біз Қазақстандық дана қалқымыз елімізге жат салафизмнің ағымның таралуына заңмен тыйым салмайық, жол бермейді және зайырлық қағидаттарды басшылық қалатын заманауи Қазақстанды құруды таңдайды деп сенеміз. Бұл таңдауды Қазақстанның әрбір азаматық қолдау тейіс. Жұмыла көтерген жүк жәңіл болады. Бұл мәселеге, бұл сұраққа орсы тіліндеде жауаптергім келеді. Министерліктің ұстанымын ғамға орсы тілінде жеткіздері ұрқсады етіңіз. Действительно, в обществе сегіден звучат мүнене, как за, так и против запреда салафизма. Разрешите выразить позицию министерства как уполномоченного органа в сфере религий относительно религиозного течения салафизма. Министерство совместно с другими государственными органами тщательно изучает данный вопрос. Хотел бы отметить, что в Казахстане уже запрещены 23 террористические и экстремистские организации, в том числе такая экстремистская организация салафитского толка, как Аттакфир Вальхиджра. Необходимо подчеркнуть, что салафизм не является организацией. Это религиозное течение, система взглядов. Действующие законы нам и сегодня позволяют пресекать незаконное проповедничество, нелегальные религиозные собрания и не допускать распространения радикальной религиозной литературы. Необходимо обеспечить их исполнение. Что касается салафизма, то в некоторых странах, основанных на шариате, религиозные течения, близкие к салафизму, могут существовать как традиционные. Что касается Казахстана, то мнения известных отечественных теологов и экспертов сходятся в том, что для Казахстана салафизм имеет серьезный деструктивный потенциал. Последователи салафизма ставят свои идеи и ценности выше наших национальных традиций, культурно-духовных ценностей. Идеальной моделью общественного устройства для всех последователей салафизма является государство, построенное на основе жестких религиозных принципов. Хотя они зачастую не говорят об этом открыто. Нам известно, что в настоящее время в исламском мире, в том числе и в ряде арабских стран, идеи салафизма подвергаются критике со стороны авторитетного духовенства и представителей современной передовой исламской мысли. Поэтому для Республики Казахстан считаем салафизм неприемлемым и деструктивным религиозным течением. Надо отметить, что на сегодняшний день эта пришлая религиозная идеология вызывает все большее неприятие у наших граждан. Казахстанское общество в целом негативно относится к этому чуждому пониманию веры, ведущему к радикализму. Во многом в силу этого наблюдается снижение числа приверженцев салафизма, и они не имеют организованных структур в Казахстане. Поэтому наша дальнейшая работа будет направлена на недопущение распространения литературы, работы интернет-сайтов и появление организаций, пропагандирующих идеологию салафизма. При необходимости мы поможем духовному управлению мусульман Казахстана обеспечить соблюдение всеми, без исключения верующими, установленных норм поведения в мечетях. Мы считаем, что зрелое и мудрое казахстанское общество способно без законодательного запрета не допустить распространения этого чужеродного для нашей страны религиозного течения, сделав выбор в пользу построения просвещенного и демократического Казахстана. Этот выбор должен сделать каждый гражданин Казахстана. Тогда вместе мы способны решить любую задачу. Спасибо за внимание. Спасибо вам за ответ. Пожалуйста, следующий вопрос. Келесу срау. Казахстан телернасы. Сау, Рахмет. Ну, радикалды агымдар және идеологиясына тоқталдыңыз, ал жалпы терез дүни агымдардың идеологиясына қалай қарсы труға болады. Рахмет. Рахмет сүгер срауыңызға. Рахмет сүгер сәуіңізді. Рахмет сүгер сәуіңіздің. Рахмет сүгер 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 сәуіңіздің қазақ ұлттық мәдениетімізбен, және Қазақстанда қатар тұрп жатқан этностардың дәстүрлерімен, мәдениетімен, ұрхани құндылықтарымен төйтарыс бере аламыз деп сенеміз. Продолжение следует... 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 открыть свой личный кабинет и размещать всю ту необходимую информацию и сведения о своей организации. Кроме того, хотелось сказать, что эта база данных будет общедоступной, и каждый гражданин нашей страны, будь то НПО-партнеры, доноры или государственные органы, могут спокойно смотреть и получать всю информацию, которая будет на ней предоставлена. Сами же НПО с использованием этой базы данных призвана обеспечить полную прозрачность деятельности НПО и доступно показывать всю ту работу, которую она делает широкому кругу общественности. В интересах, которые данные НПО осуществляют свою деятельность. Спасибо. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Правое крыло. Казинформ, пожалуйста. Казинформ. 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 Согласны ли Вы с тем, что улучшением положения казахстанской молодежи должно заниматься не только государство и возможно ли привлечь для взаимовыгодного сотрудничества в этом направлении предпринимательства и бизнеса? Спасибо. Да, я как раз отметил, что в работе с молодежью важно привлекать и гражданское общество и все другие слои населения, в том числе и религиозное объединение. Поэтому сегодня уже эта работа ведется, и предприниматели, бизнес, сообщество очень активно участвуют в решении проблем молодежи. Например, Национальная палата предпринимателей «Атамикен» реализует очень интересный проект, который направлен на обучение молодых людей по всей стране основам предпринимательства, открытия малого-среднего бизнеса. Кроме этого, многие бизнесмены, предприниматели добровольно оказывают, во-первых, они находят, ищут талантливых молодых людей, которые имеют бизнес-идеи, технологические идеи, так называемые стартап-компании, и оказывают им финансовую поддержку на взаимовыгодной основе. Поэтому эта работа ведется, и, конечно, надо ее укреплять и развивать. Спасибо за ответ. Пожалуйста, следующий вопрос. Левое крыло ЛС. Здравствуйте, я Сулу Молтабекова, ЛС Аналитикс. Как министерство планирует строить отношения с другими конфессиями, в том числе нетрадиционными для нашей страны? Спасибо. Слово предоставить представителю комитета по делам религии для ответа. Спасибо. Во-первых, хотелось бы отметить о том, что действительно наше министерство не только обеспечивает свободу вероисповедания, но и регулирует, и взаимодействует с религиозными объединениями. У нас до сегодняшнего дня сложилась хорошая практика взаимодействия со всеми конфессиями, которые прошли регистрацию в нашей стране. Есть взаимопонимание, конструктивное взаимодействие. Вместе с тем я хотел бы отметить о том, что главным принципом этого взаимодействия будет, конечно же, соблюдение всеми конфессиями, без исключения, законодательства на сфере религиозной деятельности и религиозных объединений. Это основное условие, в котором мы будем взаимодействовать, совместно участвовать в реализации проектов, социальных, в первую очередь, проектов. И мы в этом ключе, конечно же, рассматриваем религиозные объединения как часть гражданского общества. А верующих граждан, таких же равноправных граждан, таких же, как и неверующие граждане. Поэтому здесь у нас будет подход, определенный принципам светскости. Мы будем взаимодействовать со всеми конфессиями и стараться использовать их потенциал, позитивный потенциал в развитии религиозной сферы. Спасибо за ответ. Правое крыло, пожалуйста. Казанформ. Мой вопрос к Габдуллеу Спанкулову. Скажите, пожалуйста, как ведется работа, как оказывается адресная работа с молодежью? Спасибо большое за вопрос. Действительно, адресность заключается в том, чтобы мы работали, как Нурлан Байзаш сказал, с каждой молодежью, чтобы ни один молодой человек не остался вне нашей жизни общества, и чтобы они активно участвовали, принимали участие. И в этой связи центральным, как бы, уполномоченным органам нами будет вестись работа с неправительственными организациями, в частности, республиканские молодежные организации. На местах у нас есть более тысячи региональных молодежных организаций. И все вместе мы будем продвигать наши проекты. И со следующего года мы планируем перейти на проектное управление. Каждые выделенные средства будут направляться на конкретные проекты с конкретным результатом. Если мы говорим, что адресность – это по категориям молодежи, это сельская молодежь, как я до этого отметил, студенческая молодежь. И каждой категории будет разрабатываться свой проект. Мы ждем от всех молодежных организаций свои идеи, как работать с этой молодежью. И как Нурлан Байзаш отметил, мы методологическую работу тоже будем проводить. Какую методику мы предлагаем работы с конкретной молодежью. Там есть инвалиды среди молодежи, дети, сироты есть. Вот с каждой категорией будет выработан свой подход. И конкретный результат, проект будет реализован. По окончании этого проекта будут мониториться и приниматься их результаты. И мы увидим уже в динамике, какие изменения будут происходить в нашем обществе. Вот в этой связи будет развиваться наша адресность с работой молодежи. Спасибо. Спасибо вам. Следующий вопрос у нас в очереди левое крыло. Пожалуйста, информбюро. В ходе круглого стола, организованного Мажелисом парламента, Мухтар Тайжан раскритиковал министерство по поводу чтения проповеди на русском языке. Вы не могли бы, пожалуйста, прокомментировать этот случай? Спасибо. Если позволите, я. Действительно, хотел бы отметить о том, что на том круглом столе, организованном Мажелисом, по своей инициативе поднял этот вопрос один из участников. И, в частности, надо отметить о том, что вообще этого вопроса не было в повестке дня, и никем этот вопрос там не обсуждался. И, соответственно, информация, которая там была озвучена, она искажала позицию нашего министерства. Я хотел бы отметить о том, что в целом в наше министерство приходит очень много разных обращений граждан. Мы все их обязаны рассматривать и принимать по ним меры. В частности, среди них есть часть писем, которых наши отдельные граждане отмечают одну проблему, которая связана с тем, что есть в нашей стране мечети в отдаленных окраинах нашей страны, в многоэтничных регионах. Часть верующих, которые приходят в мечеть, они не понимают или недостаточно понимают проповеди, которые читают имамы. И, соответственно, они озабочены тем, что часть молодых людей таких, которые не понимают этих проповедей, и в последующем ищут уже вне системы дум, ответы на свои вопросы, и, к сожалению, часто попадают к каким-то проповедникам незаконным, либо вынуждены искать соответствующую информацию о религии в интернете. И вы знаете о том, что очень много там деструктивной информации, поэтому часть таких молодых людей попадает в зависимость от деструктивных религиозных течений. И, конечно же, мы, как государственные органы, должны реагировать на такие обращения, и, соответственно, мы рекомендовали Духовному управлению мусульман Казахстана рассмотреть этот вопрос в части того, чтобы в отдельных мечетях, в отдельных населенных пунктах, где преобладающим количеством является живот граждан и других национальностей, после официальных проповедей проводить определенную, давать пояснение на русском языке, для того, чтобы в мечети не оставалось тех людей, которые приходят туда молиться и не понимают сути тех вопросов, о которых там говорится. И я бы здесь отметил о том, что, к сожалению, действительно, значительная часть участников террористических актов, которые были в Казахстане, и значительная часть тех людей, которые сегодня осуждены по статьям закона за экстремизм и терроризм, находятся в тюрьмах, это именно та часть молодежи, русскоязычная часть молодежи. Поэтому эту проблему мы поднимали и будем поднимать перед Духовным управлением мусульман для того, чтобы были приняты соответствующие меры. Я бы здесь в заключении этого ответа хотел бы отметить о том, что все-таки в погоне за сенсацией некоторые журналисты и общественные деятельности часто, не вникнув в суть проблемы вопроса, информируют или публикуют какие-то публикации, которые не соответствуют действительности. И, по сути дела, они обоснованно будоражат общественное мнение, а потом о государственных органах, в частности, мы вот на следующий день дали свои пояснения, где расставили все точки над «и», и, соответственно, мы имеем право, наверное, говорить о том, что это вопрос вообще профессиональной этики, как журналистов, так и некоторых общественных деятелей. Спасибо. Спасибо за ответ. Пожалуйста, четвертый ряд. Егемен. Саламет сіздерме. Менің сұрағым. Министерлікпен Казахстан-Небаскармасының алдағуақта. Кандай бірлесіп жұмсарат қарлаты? Ошшайында толғайты өтсеніз. Жалпы осыған дейінгі Қазахстан мұслымандар діне басқармасы мен қалыптасықан байланыстар мен өзіра әрекеттестік, өзінің жалғасын табат деп ойлаймыз. Бүгінгі таңда министерлік мұфтиятпен тұғыз байланыстарды орнатып, күнделікті сұндай консультациялар мен пікір алмасу жүргізіп отыр. Қазетті болған жағдайда біз мұслымандар діне басқармасына да басқа да діне бірлестіктерге әдістемелік ақпараттық қолдау күрсеті аламызда күрсететін боламыз. Әрине бұл мәселе әр тараптан, сонда әр тарап бұл мәселе де мүдделі болу өте іс. Сондықтан діне басқармасынан, діне басқармасы тарапынан да басқа діне бірлестіктерден де осы мемлекет жүргіп жатқан сай сатына қолдау жағастара беруді, беру отырады деп сенеміз, оғанды шақырамыз. Әрине басқармасынан, діне бірлестіктерден де ойлдандығы, беру жаралайызғы түргіп жақырамызда қармасынан қармасынан иәр түргіп жақырамыз. Продолжение следует...